Приветствую друзья на канале Каска. Сегодня мы с вами поговорим по поводу новой вкладки производительность в Nvidia App. Вы в прямом смысле сможете разогнать вашу видеокарту в 2 клика. Конечно же это не сравнится с ручным разгоном. Но если вы новичок и вам не интересны все эти танцы с бубнами, а фпс нужно повысить, причем срочно, то почему бы и нет. А если вы энтузиаст, то вот вам новая фишечка для тестов. Ну и кратко пробегусь по нововведениям. И на то, что в предыдущем ролике по Nvidia не особо обратил внимания. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Ребятки, как вы знаете, любая оптимизация начинается с лицензионной винды. Не потому, что ключ даст вам буст кфпс, нет, но как минимум защитит от недобросовестных сборок и различных активаторов. Поэтому я рекомендую тем, у кого есть возможность обзавестись собственным лицензионным ключиком. А в этом нам помогут проверенные ребятки из магазина ksov.store. На сайте можно найти большое количество лицензионных ключей под любые нужды. Начиная с Windows любой версии и заканчивая антивирусами, офисами и даже подписками на различные сервисы. А если приобрести комплектом или сразу несколько штук, то получается в разы выгодней. После приобретения ключика Windows, офис или антивирус можно загрузить прямо на сайте. Причем последние версии. По желанию, перейдя на вкладку отзывы, можно почитать комментарии реальных покупателей. Допустим, с Яндекса. Не доверяете ему? Тогда отзовик. Тоже не доверяете? Тогда Тиньков. В общем, если что-то непонятно, прямо на сайте в режиме 24 на 7 сидит человек и отвечает на ваши вопросы. Ссылочку на сайт я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Для начала нам нужно загрузить Nvidia App на официальном сайте Nvidia. Если вы столкнулись с проблемой загрузки или установки приложения, можете глянуть вот этот ролик. Я там более подробнее рассказал обо всех нюансах. Далее открываем Nvidia App и наблюдаем, что хоть это и бета-версия, но достаточно активно разрабатывается. С предыдущей моей установки Nvidia App не было вкладочки производительность. Что-то вообще такое. Если сказать кратко и грубо, безопасный разгон вашей видеокарты в два клика. А вот уже если обратиться к описанию, то мы можем прочитать, что усовершенствованный алгоритм самостоятельно находит оптимальные параметры разгона. Нам всего лишь нужно поставить галочку на автоматическую настройку, подождать достаточно длительное количество времени, при этом желательно не нагружать видеокарту. Как завершится сканирование, закрываем приложение и идем играть. Обязательно следите за температурой видеокарты. В самой программе можем включить все необходимые нам настройки мониторинга. Если будет слишком высокая температура, мы можем вручную для алгоритма задать целевую температуру. Это же касается и максимального потребления с напряжением. Если с охлаждением все в порядке, можете поэкспериментировать. В моем случае результат около 2%. Через тот же MSI Afterburner, конечно же, можно добиться лучшего. И даже с андервольтингом. Но если вы новичок и только-только окунаетесь в эту сферу, то почему бы не начать с простецкого разгона? Купили видеокарту, зашли в Nvidia, нажали, подождали и плюс-буст на пару процентов. Кстати, каждый месяц Nvidia будет автоматически производить сканирование вашей системы, для того, чтобы поддерживать оптимальный разгон. Не переживайте, это сканирование происходит только тогда, когда ваш ПК отдыхает. Если я правильно понял, каждый месяц может немножко варьироваться конечный результат. Ну и плюс будут этот алгоритм дорабатывать. Возможно, с выходом новых драйверов Nvidia, которые будут уже наконец-то с открытым кодом. Мы сможем поклацать и добиться чего-то лучшего. Подождем и посмотрим. В любом случае, чтобы получить все эти плюшки, придется переходить на новые чипы. Увы, но такова жестокая реальность. Также, перейдя на вкладку графика, выбрав игру, мы можем включить и задать динамическую сочность RTX и RTX HDR. Что оно делает? Можем прочитать в описании. А если хотите более подробнее узнать, то на официальном сайте все расписано и даже показан пример. Выглядит сочно. В одиночных играх, думаю, зайдет на ура. Но, конечно же, кушает производительность. Причем около 10%. Плюс, на моей старушке 3060 Ti, кое-что новое и я бы сказал важное, не поддерживается. А вот уже на последних чипах, можно даже выбрать кодек при записи. Ура, товарищи, это свершилось. Нам завезли запись 120 кадров в секунду. Как это можно применить на ютубе, я не знаю. Наверное, вот такие кадры создавать. Ну и все. По сути. Возможно, я чего-то не знаю, поделитесь в комментах. Как-то так. Пробуйте, настраивайте. До скорых встреч.